Здравствуйте! В эфире программа «Открытый разговор». Сегодня мы будем говорить о миграции молодежи из Гагаузии. Для этого к нам в студию мы сегодня пригласили депутата парламента Олега Горизан, председателя Центра про Европа Людмилу Метеогла и главу администрации Чударлунского района, члена исполкома Гагаузии Сергея Бузаджи. Тема миграции молодежи сегодня актуальна не только для нашей автономии. Эта тема касается не только нашей страны, но и всех остальных регионов и других стран. Но я хотела бы расставить акценты на том, что люди по населенным пунктам Гагаузии уже очень взволнованно говорят о том, что отток молодежи с каждым годом растет. Если говорить о маленьких селах, то люди отмечают, что это явление там безвозвратно. Если говорить о крупных селах, то они, возможно, надеются, что еще выживут. Поэтому мы исследовали нашу тему миграции молодежи на базе села Тамай Чударлунского района, одного из крупных сел. Я сегодня до начала этого обсуждения хотела бы, чтобы мы посмотрели сюжет, где люди преклонного возраста тоже очень взволнованы этим явлением. История ваших детей. Они уехали на учебу и остались работать? Или они уехали на зарплату? Почему? У меня дети с высшим образованием. Окончили Терраспольский университет физкультуры и спорт. Но негде работать. Вот сейчас там открыл себе магазин, работают, торгуют. Свои машины, грузовые, легковые работают там. А у вас какая история? У нас дочка тут работает, на вензовете технологом. Но сын в Москве, женился там, все, живет, двое детей. Он уже сюда даже не думает приехать. Говорит, что я буду себе, кто-то кукурузу запрашивает ваши. А платит-то нет, говорят. А там он заработает, говорю, ты сколько за день тратишь, мне на месяц хватит. Говорит, я так заработаю, так и страчиваю. А у вас есть какая-то история? Ваши дети как уехали? Мои тоже уехали в Москву. Пять родителей, у меня четыре дочки, сын. Все в Москве. Уже двое купили квартиры. Они, следующие, даже не думают приезжать сюда, говорят. Тут в селе нечего искать. То же самое. Сын младший в Москве, дочка в Москве. Старший был в Москве, сейчас он тут работает. Нашел себе чуть-чуть работы и остался. У него тоже семья своя. Короче, стараемся как-нибудь прокормиться тут, на эту мизерную зарплату. Сам вот два года назад тоже девять лет был в Москве. Но уже года не позволяет, уже не езжу. Все. Как эта ситуация сложилась так, и почему, и по каким причинам? Вот если бы начать, допустим, по уровню ниже, Сергея Михайловича, с вас. Вот более узкая такая территория. А как у нас это все сложилось? Что касается Чедролунского района или Гагаузии, то тут ситуация, конечно, не особо отличается от других регионов Республики Молдова. Хотел бы сказать, что в Чедролунском районе 60% людей имеют возможность доступа к водопроводным сетям. 7% населения в Чедролунском районе имеют доступ к канализационным сетям. Я не говорю сейчас о экономической составляющей, я говорю о том, в каких условиях живут наши люди. Поэтому мы для себя определили, что мы, прежде всего, должны дать возможность людям заработать, дать возможность, чтобы они имели работу. Второе, дать возможность, чтобы они пользовались услугами, газом, светом, водой, телефоном и канализацией. Поэтому вот в рамках всех этих моментов мы стараемся работать с тем, чтобы, скажем, люди отсюда не уезжали. Но если мы посмотрим динамику детей, динамику, вернее, того, сколько детей у нас обучается в учреждениях образования, дошкольных и доуниверситетских, то если дошкольных мы имеем плюс, каждый год, если взять статистику с 2008 года, мы имеем плюс на сегодняшний день, то по сравнению с 2008 годом доуниверситетские образования имеют цифру минус 849 детей. То есть это говорит о том, что родители этих детей, скорее всего, уезжают, эти дети вместе с ними уезжают. Поэтому мы имеем, конечно, не совсем положительную картину. И возвращаемся к причинам. Уезжают почему? Вот первая причина, что, может быть, действительно отсутствуют рабочие места. Инфраструктуру вы развиваете. Я поняла так, что инфраструктура развивается. Но одной инфраструктурой не удержать. Одними рабочими местами, кстати, уже как бы вступая в диалог с вами, рабочих мест в Гагаузи недавно сказала директор центра занятости Гагаузи о том, что молодежь очень тяжело трудоустроить в Гагаузи. И в основном только в рабочей профессии. То есть детям с высшим образованием, даже не детям, а подросткам, или молодежи с высшим образованием, которые закончили в Кишиневе за рубежом, им здесь делать нечего. Они приезжают и уезжают. То есть эта проблема не решена. Я думаю, что самая большая проблема – это недостойная заработная плата. И хочу, чтобы вот эту дискуссию подхватили вы, Олег Федорович, потому что то, что нет рабочих мест достаточно, это очевидно. Но почему так получается, что за одну и ту же работу в одном районе платят тысячу лей, в другом районе платят две тысячи лей, скажем так, а в рамках Кишинева за ту же работу я могу получить пятьсот евро? Ну, в Москве можете получить полторы тысячи. Нет, я говорю в рамках страны. То есть, в целом, конечно, эта проблема, которую мы сегодня обсуждаем, она очень многогранна и очень глубока. И глубока не только с точки зрения каких-то бытовых особенностей, но и с точки зрения технического состава населения на данной территории. Если мы проанализируем еще лет 30-40 назад, то, конечно же, в 60-е и 70-е годы на нашей территории был этнический взрыв. У нас в таких селах, как Копчак, Кангас, в год рождалось по 350-400 детей. И, как правило, когда эти люди вырастали, создавали семьи, оставались, несмотря на то, что границ не было, Советский Союз был огромный, но такого процента оттока населения с Молдовы, именно с наших болгарских сел, никогда не наблюдалось. Конечно же, прежде всего, это происходило не потому, что здесь было жить лучше, чем в Таджикистане или в Азербайджане, или в Москве той же самой. Люди оставались, потому что они имели какую-то гарантию. Они имели работу. Я думаю, что нас ждут тяжелые времена. Мало патриотизма у нашей молодежи. Никто не хочет оставаться у себя на родине, обустраивать родину. Но просто обустраивать и просто иметь какое-то чувство патриотизма. Но нужно иметь хотя бы ту достойную зарплату, ради которой ты работаешь, даже если имеешь здесь работу. И я попутно просто хочу спросить. У нас много иностранных предприятий или совместных с иностранцами. Даже если взять наше предприятие «Осенотекстиль», есть такие предприятия и в других районах. Вот скажите, почему так получается, что приходят вот эти предприятия, здесь арендуют площади какие-то, используют, как они говорят, открывают рабочие места, но из слов работающих мы слышим, что они их используют. Почему используют? Потому что, судя по тому, как работает швейная фабрика, скажем так, та, которая работала с советских времен, она платит полторы тысячи лей, то здесь они работают мобильнее, быстрее, делают планы высокие, но почему-то зарплату им платят не превышающую ту, которую получают на той фабрике, которая работает с советских времен. То есть, почему они эту зарплату недостойную выдают, согласно того, что отработали, согласно объема, а вот есть какая-то негласная политика, которая вот эти цены уравнивает. Почему так происходит? Дело в том, что когда приходит инвестор к нам в Молдову, в данном случае в Гагаузию, то он делает для себя анализ. Что он будет здесь иметь по затратам с тем, чтобы производить какую-то определенную продукцию? Конечно, инвестор вычисляет и изучает среднюю заработную плату по республике Молдова или в том регионе, где он хочет открыть фабрику или вложить свои инвестиции, скажем так. Соответственно, когда человек готовит все эти бизнес-предложения с тем, чтобы вложить эти деньги, он исходит из того, какая зарплата у нас есть на сегодняшний день. Он не приходит сюда, чтобы обеспечить наших людей достойной зарплатой, скажем так. Хотя, конечно… Приходит, чтобы заработать. Приходит заработать. Соответственно, он исходит из того, какая зарплата сегодня формируется здесь у нас в регионе на сегодняшний день. Но у нас есть, скажем так, так называемая конкуренция на рынке рабочей силы. Поэтому, исходя из этого, ни один, допустим, бизнесмен приходит в структуре текстиля делать что-то здесь. Приходят другие бизнесмены, другие страны, и у них уже начинается, скажем так, конкуренция, которая, собственно говоря, подстегивает их к тому, чтобы заработная плата была выше именно у него, чтобы привлечь более квалифицированные ресурсы. Вот задача властей с тем, чтобы создавать такие условия конкуренции, с тем, чтобы эти инвесторы платили именно достойную заработную плату. Хотя, что касается вот этих инвестиций, о которых вы говорили, с самого начала, когда мы начали работать, у нас были очень большие проблемы с ними. И эти проблемы были в области условий труда. И когда мы поработали с ними определенный период времени, то эти инвесторы создали нормальные условия труда и дали более или менее нормальную заработную плату своим работникам. Хотя, опять-таки, я соглашусь с Олегом Федоровичем, это довольно-таки обширная проблематика. И сегодня мы должны определить для себя, что нам сегодня нужнее. Привлечь инвестиции? А вы должны знать, что привлечение иностранных инвестиций для государства не совсем, скажем, хорошо. Потому что те прибыли, которые получают инвесторы, они не оставляют их здесь, в Молдове, как правило. Они их вывозят туда, откуда эти инвестиции пришли. Поэтому сегодня, чтобы занять наше население, мы должны стимулировать притоки инвестиций. Поэтому мы идем на любые условия, которые ставят инвесторы, с тем, чтобы они все-таки пришли сюда, и их деньги работали на наших людей. Тем не менее, мы им предоставляем льготные условия. Да, да. Опять лет, конечно. И они используют нашу рабочую силу в свою пользу. Но я понимаю, что в рамках этой программы мы эту проблему не решим. Хотелось бы просто ее тоже высветить. Я хочу Людмилу спросить по поводу того, не является ли процессы евроинтеграции тоже одной из главных причин, по которому наши подростки, наша молодежь стремится в Европу. И тем более, что мы это так пропагандируем, что там хорошие условия, что там защищаются права человека, что там, ну, в принципе, там лучше, чем у нас. Вот не является ли это действительно главной причиной? Потому что безработица — это одно, недостойная заработная плата — это другое. Вот. А евроинтеграция, на мой взгляд, особенно молодежь, вот, она очень остро впитывает вот эту пропаганду и пытается познать мир, и пытается уехать, и привыкнув там, остается там. Не прикладываем ли мы руки к этому? Ну, давайте рассмотрим миграцию как временную миграцию, и как миграцию, когда наши молодые люди остаются в Европе. Приведем статистику. На сегодняшний день молодые люди, уезжающие в Европу, это всего лишь 40%. Молодые люди, уезжающие в Россию, — это более 60%. Поэтому, может быть, эта пропаганда есть, но большинство наших ребят, конечно же, уезжает в Россию. Но проблема не в этом. Проблема в том, что временная миграция, она хороша как в России, так и в Европу, потому что молодые люди имеют возможность увидеть другую культуру, увидеть, как живут люди в этой стране, как зарабатывают деньги, получить образование, качественное, некачественное, это ускажут они в процессе сравнения. Поэтому в данном контексте миграция, она даже полезна. Когда молодой человек уехал, приобрел какие-то определенные знания, навыки, вернулся и попробовал внедрить их здесь. Но, конечно же, миграция сейчас, на сегодняшний день, приобретает другие обороты. И, наверное, я, может быть, конечно же, оптимист, как женщина, но это не всё не так оптимистично, потому что помимо оттока мозгов, мы также и теряем квалификацию. И если эти люди уезжают, они, конечно же, чаще всего не возвращаются. И здесь я не соглашусь, что Республика Молдова очень стрессовая для наших граждан, потому что те страны, в которые они уезжают, они не менее стрессовы для нашего менталитета, для нашего образа жизни. Но люди, однако же, не возвращаются. Проблема, наверное, заключается в том, что наши ребята едут, во-первых, из-за любопытства. Это первое, потому что молодёжь на сегодняшний день очень амбициозна, она подвержена влиянию. И это влияние идёт чаще всего со стороны родителей, которые, находясь на пенсии, ставят перед ребёнком выбор. У тебя нет профессии. Не находя путей выхода из ситуации здесь, они вынуждают детей ехать на заработки. Приводя примеры родственников, которые также там находятся, и ребёнок, поступая в университет, уже планирует свою деятельность. И чаще всего он даже знает по окончанию университета, куда он конкретно поедет, какое место. И это проблема. Молодёжь на сегодняшний день, независимо от европейской интеграции, либо от евразийской интеграции, они находятся в динамике. Это нормально. Но другой вопрос, что проблема заключается в корне. Профориентация. На сегодняшний день молодые ребята, все поступают на какие профессии? Буквально сегодня я смотрела передачу по публике, где все выбирают профессию журналиста, юриста, экономиста. Наверное, я так вижу в комплексе работу органов власти, общественных организаций, центра занятости населения, для того, чтобы выявлять те профессии, которые на сегодняшний день оплачиваются, для того, чтобы готовить специалистов именно в этих областях. И здесь должны работать, конечно же, родители. Я понимаю, что все мы хотим, чтобы наш ребёнок имел хорошую специальность, но проблема в том, что с дипломом юриста он уезжает на стройку и абсолютно теряет свою квалификацию. Может быть, иметь профессию, которая будет применима здесь, в регионе, и он смог бы работать. Но я также согласна с господином Горизаном, что молодёжь на сегодняшний день, она озабочена проблемами быстрого заработка. У меня в организации есть волонтёры. И на сегодняшний день волонтёрство как таковое им неинтересно. Они приходят в организацию, они сразу задают вопрос, каким образом я буду поощрён, желательно материально. Им сейчас неинтересны хорошие рекомендации. Мы говорим, что вы приобретаете опыт, знания, работу в команде, вы обладаете какими-то коммуникативными навыками. Ну, процентов 60 из них такая перспектива не устраивает. Олег Фёдорович. Да. Вы знаете, вот я хотел просто одну мысль высказать. У нас произошло за последние 20 лет просто психологическое смещение ценностей. Если мы возьмём, опять-таки, возвращаясь на 20-30 лет назад, зарплата была в советское время у тракториста 60 или 70 рублей. Но этот человек не думал о том, что он должен заработать 100 или 120 или 150. профтехучилища были переполнены, и ребята с удовольствием учились, получали профессию тракториста, возвращали свой родной колхоз. И счастливо жили, рожали по 4-5 детей и увеличивали и демократическую ситуацию. То есть, не было задачи заработать как можно больше. Вот этот либерализм, в том числе европейский, который нам навязывают, он противоречит нашей внутренней сущности. Мы сами, народ, в лучшем смысле этого слова, патриархарен. У нас есть неписанные законы, которые мы сегодня соблюдаем, по крайней мере стараемся, особенно всего. У нас младший сын должен смотреть родителей. Младший сын должен остаться в семье, и никто, ни один из старших, средних сыновей не оспаривает права младшего сына. Брата в данном случае. То есть, у нас сегодня произошло совсем другое. У нас сегодня вот надо заработать. Надо вот тут зарабатывать тысячу, я должен заработать полторы, или две, или три. И мы, получается, что в основу этой проблемы ставим экономику, ставим зарплату. Не так. Голова наша, психология, нам внушили вот эти вещи, ценности, которые для нас были всегда фундаментальны, их просто вымели из наших голов, и внушили свои либеральные ценности, права человека, материальная заинтересованность, и так далее, и так далее. Да, но... Вот с чего надо начинать. Да, но, Олег Федорович, при всем при этом, с кем бы мы ни разговаривали, с депутатом, с другими чиновниками, все говорят об этом, но каждый своего ребенка отправляет учиться за рубеж, и каждый пытается ему там найти жилье, и обустроить, и строить ему карьеру там. Я знаю очень много людей, которых сейчас просто не хочу перечислять, которые говорят о том же патриотизме, о том же самопожертвовании, обо всем этом, но их дети все за рубежом. Как тогда можно... Ну, я считаю, что это неизбежно. Вы правы, и на сегодняшний день ситуация именно такова. И если эту проблему не решишь единичными случаями, Горизан, Узон, Драган, или еще кто-то, патриоты своих детей оставили здесь, эти единичные случаи, ситуация у нас не изменена. Система должна быть, системный подход. Вот если этот системный подход будет, тогда не надо будет кому-то думать эгоистично о будущем, в данном случае, где-то за рубежом и так далее. Вообще, китайский феномен не в том, что там много рабочих мест. Китайский феномен в том, что они умеют и много делают детей. И сколько бы с Китая они уезжали, все равно рабочая сила есть. Мы этим перестали в хорошем смысле заниматься. Нам надо просто вернуться к этим дедовским традициям и делать как можно больше детей. Рожать по 7, по 8. Чтобы, а что наши старики, живя в землянках, имели машину-автомат, евро-ремонт. Что они имели, когда они по 7-8 детей рожали и были счастливы? Стабильность. Я бы сказал, да, это важно. Но если мы посмотрим, то за 200 лет нашей территории, вот буджахские степи, вот это Бессарабия, значит, если мы начнем перечислять 812 год война, 827 год война, 32 год война, 56 год война, 78 год война, 17 год война, 41 год война, только после 41 года вот эти 60 лет, когда здесь, на этой территории, слава богу, спокойствия нету, каких-то передвижений, поиск, слез, бомб и так далее. И мы этим воспользовались 60-е и 70-е годы. Но, к сожалению, сейчас проблема даже не в экономике. Проблема в том, что, скажите, были у нас колхозы. Зачем их надо было валить? Зачем надо было уничтожать в корне ту систему коллективизма, которая была создана у нас в селах? Разве это не является огромной причиной того, что люди остались у разбитого корыта и стали удирать во все стороны? Причем в Европу у нас молодежь уезжает не на совсем. В основном уезжают на зародки. Я тоже был в Европе. Никто нас там не ждет. Я тоже убирал там навоз для того, чтобы прокормить своих детей. Никто нас там не ждет и никому мы там не нужны. Мы нужны только здесь. Вот этот кусочек земли, который бог нам дал на юге Молдовы, мы его должны беречь и никому не отдавать. И должны здесь пахать. Здесь молодежь говорит о том, что есть несколько причин, с которыми, в принципе, мы разговаривали. Нет территорий для конкуренции. То есть они по молодости своей очень активны. Но, естественно, свою активность направить на то, чтобы строить карьеру, здесь нет такой возможности. Даже вот трудоустроиться, возвращаемся к этому. Почему? Недавно ярмарка прошла по рабочим местам у нас в районе администрации. По одну сторону сидели работодатели, по другой сторону сидели люди, которые, скажем так, ищущие работы, в поисках работы. Я вам хочу сказать, что все вакансии, которые предложили, это были продавцы, уборщицы, охранники, ну и так далее. То есть только рабочие места. 24 агента, которые подали заявки на эти вакансии, пытались найти среди 100 присутствующих, скажем так, вакантников, найти себе специалиста. Среди них сидели инвалиды, среди них сидели матери-одиночки, среди них сидели больные люди. И я, когда освещала этот вопрос, то я поняла, что, в принципе, даже эти люди, которые больные, инвалиды, они даже не заполнят эти вакансии охранника, рабочего и так далее. То есть у нас 100% безработица, так и будет продолжаться. Я спросила, сколько, допустим, рабочих мест вы предлагаете людям с высшим образованием. Не то. Людям со средне-специальным образованием есть 3-4 рабочих места, которые предлагаются, но эти люди не отвечают тем профессиональным требованиям, которые они ставят в план. Я пришла к выводу после этой ярмарки, что или у нас профессионально неподготовленные люди, или у нас есть теневая какая-то работа, которая, в принципе, скрывается, люди становятся на учет и ищут себе работу, но при этом где-то зарабатывают на даму, на стройке и так далее. То есть вот никакого анализа в этом плане агентство занятости предложить не может. Я хочу задать вопрос. Скажите, есть какая-нибудь статистика, вот вы лично знакомы со статистикой, которая, допустим, подсчитала, сколько за последние два года у нас уехало людей, сколько у нас опустело домов? Сколько пустующих домов, ну, не на уровне страны, на уровне Гагаузии? Есть такая статистика? Я думаю, Сергей Михайлович, лучше скажем, потому что я не владею такой статистикой. На официальной статистики такой нет, конечно. Мы можем говорить о официальной статистике, приблизительно уехавших людей на заработки. Пустующих дворов. Не, ну, пустующий двор сегодня может быть пустующий, завтра человек может вернуться, поэтому эта динамика такая плавающая, статистика плавающая, динамичная. Вот эти 12 тысяч человек, которые сегодня в Чедерлунском районе, которые сегодня находятся на заработке, на заработках, эти 12 тысяч человек, они могут, он человек может уехать с супругой или с супругом, человек может уехать один. То есть, сегодня говорить о том, сколько пустующих домов, я вам не смогу, потому что, ну, нет такой официальной статистики. Хотя у нас есть населенные пункты, маленькие, Джолтай, Керетунга, Казакле, где этих домов много, я их видел. Село Ферраконтик в Камратском районе, там вообще сплошь и рядом, там с каждым днем все больше и больше пустующих домов. Поэтому эта проблема есть, она есть. Сегодня вы говорили о ярмарке рабочих мест, но я вам скажу, что сегодня молодежь не очень-то активно идет работать или учиться в области IT-технологии, в учительство, на врачей. Сегодня у нас проблема привлечь молодых специалистов, лор-врача, кардиолога. Мы не можем, они есть, они выпускаются в медицинские университеты в Кишиневе, но привлечь их сюда вообще трудно. Мы возвращаемся к заработной плате. Поэтому сегодня государство, я думаю, что должно сделать реформу, провести реформу именно в заработной плате. С чего начала Германия после военные годы? Не только с восстановления экономики, но в первую очередь с реформой заработной платы. То есть люди знали, люди имели мотивацию, за что они работают. Сегодня, к сожалению, наша молодежь очень плохо мотивирована, и поэтому она отсюда уезжает. Если молодежь будет мотивирована тем, что у нее будет перспектива приобрести жилье, обеспечить свою семью, платить за услуги, возможности платить за все услуги, молодежь не будет отсюда уезжать. Вот мы должны работать в этом направлении, должны говорить об этом. Да, проблема, еще раз говорю, она существует. Но пока человек не будет получать достойную заработную плату, независимо от того, сколько у нас будет рабочих мест. У нас могут быть рабочие места для всех жителей Гагрузии, но человека не привлечешь на работу до тех пор, пока он не будет получать то, что он хочет получать. Те люди, которые сегодня возмущаются заработной платой, тоже их можно понять. Но мы, опять-таки, можем сказать о том, что мы получаем такую заработную плату, какую согласно получаем. Если мы не согласны, мы ищем другую работу. Если мы ее не находим, то мы отсюда уезжаем, к сожалению. Людмила, я вижу, что вы хотите что-то добавить. Ну, я бы хотела сакцентировать внимание на том, что не обязательно стимулировать заработные платы, потому что в век развития каждый молодой человек может на сегодняшний день заработать себе на кусок хлеба, в принципе, если он за это захочет. Он может работать и в общественной организации, писать проекты, он может создать свой собственный бизнес. Проблема немножко в другом. И, опять же, возвращаясь к молодежи, потому что я с ними работаю, мое видение, наверное, такое, что молодые ребята, поступая в высшие учебные заведения, уже должны привлекаться к каким-либо работам. Может быть, при структурах власти сделать какие-то определенные бизнес-стартапы. Для того, чтобы они оканчивали университет, я говорю, вербованно, может быть, они уже были завербованы на определенную работу. В другом случае мы их здесь просто не удержим, потому что по рассказам их друзей, коллег, родственников, они слышат о красивой жизни. Конечно же, им не говорят о том, как тяжело, потому что и Россия, и Европа достаточно тяжела для нас, потому что зарабатывая определенное количество денег, мы не учитываем тот моральный стресс, который испытываем, мы не имеем дома, мы не имеем родных и близких. И поэтому здесь нужно как-то, начиная с учебных заведений ГАГАУЗИ, уже работать с детьми. Профориентация — это, во-первых, чтобы правильно их сориентировать на работу, потому что многие из нас получили образование, не работая по профессии, потому что она либо им неинтересна, либо эта профессия на сегодняшний день не востребована. Поэтому с агентством занятости населения, с властями при премариях создавать мини-стартапы, создавать им определенные условия, чтобы они взяли одну корову, почему нет, почему сейчас я знаю, что работает система в банках льгот для скотоводства, почему нет, взял одну корову, сдал молоко, и для себя уже какой-то определенный бизнес. Проблема, наверное, в ментальности. Возвращаясь в село Тамай, значит, в этом селе население говорит о том, что у них самое промышленное село в ГАГАУЗИ, что у них есть рабочие места, что там животноводческий комплекс, там консервный завод, там даже улица промышленная есть, там, в общем, там рабочие места есть, они не жалуются на рабочие места. Но там, почему-то на этих предприятиях работают люди с соседних сел. В любом случае, принять на работу или не принять, кто решает? Решает директор этого комплекса. Почему они берут людей с других сел? А потому что люди с других сел соглашаются на более мизерную зарплату. И те люди, которые живут в большом селе, которые имеют на территории все эти рабочие места, они вынуждены уехать. И так и получается, и люди нам это рассказывают, и причем рассказывают со слезами. Говорят, я живу рядом, я не могу туда устроиться. Там работают люди с феропонтики, даже ветеринар оттуда, даже люди со среднеспециальным образованием. Там люди, короче, с других сел. Я сейчас к тому, что, несмотря на то, что есть рабочие места, несмотря на то, что даже есть какая-то минимальная зарплата, люди озабочены тем, что село вымирает. Поэтому хочу предложить вам еще один сюжет, чтобы вы его посмотрели. Давно молодежь уезжает, негде работать. И уезжаете в Москву. А потом они возвращаются? Возвращаются на праздник только. А у вас есть дети? Есть. Они живут здесь? Нет, мои тоже приезжают на праздник. Здесь, я как понял, уже снимаете пустые дома. Через пару лет еще половина, наверное, уедут. И это очень большая проблема. Старков некому будет смотреть. Уезжает очень много в последние годы. Очень много детей, взрослых. И приведет к тому, что через лет 5-10 останемся мы 50-летние. И село вымирает. Вот я еду с огорода. У меня два сына. Хотя они не уехали. Я горжусь этим. Но у них тоже разочарование. Сколько они могут? Вот один даже на почте семья разбилась. А второй их пока не заводит. Не знаю даже. Это нужно много-много-много решать проблему где-то на верхах. На ваш взгляд, ведь из года в год уезжает молодежь. В конце концов, к чему это может привести? Останутся те люди, которые старые, у тебя останутся. И будут ждать помощи от своих детей. Ну, они тоже не вечны. Ну, я вот понимаю, но что делать? А что делать нам, если жизнь у нас такая? Понимаете, вот продолжая наш разговор о том, что очень много ветхих домов, вот вы сказали, не обязательно люди закрыли дом, уехали и не вернутся. Нет, не правда. Мы считали дома, у которых уже нет половины крыши. Мы считали дома, у которых нет уже одной стены, нет окон. То есть ветхие дома в нашем понятии это заброшенные дома. Люди уехали навсегда. И они уже не держатся за этот дом. Их уже не вернет ни родина, ни дом, ничего. То есть никогда. Таких домов в самом селе, значит, было названо три цифры. Одна цифра была 300 брошенных домов, другая цифра была где-то 350, а другие жители назвали до 500, последнюю цифру. Мы, проезжая по улице Ленина, посчитали 32 заброшенных дома. Только на одной улице Ленина. Так вот, я о чем и говорю. Из года в год их становится все больше и больше. У меня перед глазами такая картина. Центральная улица Ленина в этом селе, центральная улица в Керетлунге, в Джонтай, там не обязательно центральная, а даже побочные улицы. Они опустевают, опустевают. Что дальше? Это угроза сейчас вот на этом этапе для нас, для Гагаузи или нет? Это сигнал? Это вызов, скажем так, или нет? Или как? Мы спокойны? Вот это вот уровень застоя, такое спокойствие застояное, нас устраивает? Я думаю, что эта ситуация никого не должна устраивать. Это смертельная угроза в целом, я в частности говорю, для Гагаузского народа. для его существования. Это смертельная угроза. И если мы посмотрим, я опять-таки вернусь к этой мысли. Да, люди уезжали после 1991 года и в советское время уезжали на заработки. Но после 1991 года эта волна стала увеличиваться. Но основной бросок, если сейчас мы посмотрим, опустение за последние 3-4 года. Вот эти 3-4 года, я даже возьму такое относительно по нашим гагаузским меркам, благополучное село Копчег. Если еще до 2009 года, до 2010 года люди в основном ехали, зарабатывали, возвращались и строили дома, то сейчас те дома, те новые улицы, которые были построены в 2007-2008 году, новые дома продают, молодежь продает. Именно последние 3 года. Анализ можно провести даже по количеству строительных материалов. Мы как говорим, гагозу ничего не давай, дай ему камень, песок, глину, и он будет строиться всю жизнь. Так вот, даже если проанализировать по селам, это тоже является ярким критерием анализа. Сколько у нас строится, насколько у нас затрат люди тратят на стройку, и сравнить параллель, сколько у нас отсылают денег домой, то мы увидим, что мы идем к точке невозврата, когда в принципе уже ничего вернуть и исправить нельзя будет. Поэтому в этой ситуации я, допустим, даже на уровне Гагрузии вижу несколько необходимых мер, к сожалению, которые не были сделаны. Во-первых, надо начинать все-таки с идеологии, надо начинать с мозгов. Если у нас будет с убеждениями, с целью, с задачей, все в порядке, тогда можно все сделать, и фабрики построить, и работу найти. У нас умные головы уезжают. Вот в чем самая главная проблема. И в этом контексте, конечно же, я думал, что исполком Гагрузии должен был еще давным-давно разработать стратегию для трех категорий наших населенных пунктов. У нас есть такие населенные пункты, как Камрад, Чедр-Лунга, Кангас, Копчак. Для них с их спецификой одна стратегия. Есть средние села, Тамай, то, что мы сегодня видим, Чокмайдан и так далее. Для них своя стратегия и свои какие-то приоритеты. Но есть умирающие села в полном смысле, через 10 лет там будут одни развалины. Это Кирит-Лунга, это Карбалия и много других, Котовская и так далее. Для них нужна совсем другая. Нельзя использовать те лекалы для Камрада и для Кирит-Лунга одни и те же. Надо здесь совсем другие подходы. Сегодня я не вижу, чтобы системно кто-то этим занимался. Я не вижу, чтобы по крайней мере какие-то меры, да, фрагментально, там дом культуры отремонтирован, то, 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 но системного подхода в этом нет. И, к сожалению, это пока так. Будем надеяться, что все-таки мы к этому вернемся. Людмила... Нет, ну, я не хочу сказать, что совсем, скажем... Можно я... Это не в виде критики, Сергей. Нет, нет, я послушаю ваше мнение, просто я хочу сейчас Людмилу спросить уже как бы в этом контексте. Людмила, что могут сделать неправительственные организации для того, чтобы сдвинуть вот с мертвой точки, потому что сами власти, как вы понимаете, они приходят, уходят, меняются, сделают, не сделают, это уже вилами по воде написано. Вот что... Какой толкач может дать неправительственные организации? Ну, во-первых, неправительственные организации могут поднимать эту проблему. Очень часто, имея проблему, мы о ней просто не задумываемся. И в данной ситуации, думаю, что посредством этой передачи, посредством этого диалога многие люди задумаются о том, что действительно это очень глобальная проблема. Общественные организации со своей стороны могут... В принципе, сейчас мы работаем над тем, чтобы создать бизнес-стартапы, мы сейчас сотрудничаем с волонтером корпуса мира, который расскажет о своем опыте. Я сама была в Америке и видела, как ребята с 15-16 лет находятся в информационных центрах и к 25 годам они уже имеют свои определенные предприятия. Я вижу такой выход. Я вижу выход здесь, на месте, создавать свои определенные предприятия, создавать ИП, объединяться и развивать экономику, потому что отремонтировать дом культуры это абсолютно не греет никакого молодого человека, который собирается уехать на заработки и его это не очень интересует. Это первое. Во-вторых, необходимо заниматься общественным организациям плотно профориентацией и совместно с агентством занятости, совместно со специалистами, психологами на местах нужно работать в учебных заведениях и доносить до ребят, что есть разные профессии. Я знаю очень много ситуаций на сегодняшний день и вы знаете, что не все сдают бакалавра. Может быть, не каждому нужно заканчивать 12 классов, получать образование юриста для того, чтобы поехать в Россию на стройку. Может быть, нужно закончить 9 классов, поступить в профильный колледж и работать здесь на месте и приносить пользу обществу. И последнее, чтобы я хотела отметить, что, наверное, задача общественных организаций менять эту ментальность. И мы очень часто общаемся с молодыми людьми, я на своем опыте привожу пример, как я закончила Камрадский государственный университет, мастерат закончила в Камрадском государственном университете, имею на сегодняшний день работу, могу обеспечить рабочими местами несколько сотрудников и начинала я тоже с какого-то определенного минимума. И об этом мы с ребятами говорим, я думаю, что большая часть общественных организаций должна взять на себя такую ответственность, потому что многие работают с волонтерами, с молодежью, это как раз именно тот контингент, который на сегодняшний день в группе риска из Польши-большей части уезжает. И теперь, Сергей Михайлович, вы хотели что-то в этом контексте. Я просто хотел сказать, что не так все плохо, скажем так, я не скажу, что все прекрасно, но не так все плохо, Исполнительный комитет Гагаузии старается подводить социальные стандарты для того, чтобы люди могли иметь минимальные возможности для того, чтобы они могли оставаться в своих населенных пунктах. Да, еще раз повторюсь, что тенденция крайне негативная, особенно касающаяся населенных, малых населенных пунктов. И тут я согласен с Олегом Федоровичем, что действительно для этой категории населенных пунктов должна быть разработана специальная стратегия, потому что уезд, выезд в массовом количестве населения из этих населенных пунктов провоцирует отток детей, соответственно, школа закроется в ближайшее время, узнает, что в феропотике такая ситуация возникает, да и в городе Четарунга закрылась две школы, но опять-таки не потому, что так сильно хотелось местным органам публичной власти, потому что такая тенденция, такая ситуация. Эта ситуация ожидает и малый населенный пункт, потому что учителя туда не хотят ехать, молодые, несмотря на то, что есть какая-то поддержка составных государств, молодым специалистам, те люди, которые сегодня дорабатывают, скажем, до пенсии свой трудовой стаж, они уже после этого, конечно, работать не будут, детей все меньше, предметов преподаваться, все эти предметы преподаваться не смогут, соответственно, дети будут выезжать в крупные населенные пункты, эти населенные пункты будут все меньше и меньше становиться, поэтому тут абсолютно прав депутат парламента, что действительно этим всего нужно уделить особое внимание, потому что в конечном итоге мы можем их потерять. Мы сейчас немножко коснулись больше миграции взрослого населения, я возвращаю вас к миграции молодежи. В этом году по окончанию школы уехали из Гагаузии кто на работу, кто на учебу, более 900 учащихся по окончанию школы. Вот скажите, в прошлом году уехали столько же, позапрошлом году уехали столько же. Возвращаются только те дети, у которых есть какое-то сочувствие к близким, которые остались в одиночестве, к пожилым родителям, и статистики опять как таковой нету. Скажите, можно сделать какой-то анализ, если мы не изучаем проблему? Нет, конечно. То есть, на уровне Молдовы я думаю, что такой статистики тоже нет. А если, понимаете, я думаю, что здесь прослеживается такая закономерность, что власти не нужна такая статистика, потому что если власть посчитает и укажет, что происходит на самом деле, то эту власть сметут на следующих же выборах. Это подписать себе смертный... То есть вы подтвердили мою позицию по отношению к тому, что я сказала, это вилме по воде написано, и должны двигать все-таки неправительственные организации. Я бы не преувеличивал роль неправительственных организаций. Почему? Они, конечно, должны играть свою роль, но наше воспитание, наш менталитет и психология нашего народа не в правительственных организациях. Мне очень понравилось выступление, мне посчастливилось слушать уроженца Чезарунии, господина Губова, нашего... Да, писателя, историка. Да, академика, которым мы все гордимся по праву. Так вот, когда он выступал в Доме культуры, он высказал такую мысль, которую мне очень понравилось. Вот к нам приходят европейцы, Запад, и через, в том числе, общественные организации, и там еще, не начинают нам втирать о том, что вот права человека, какие-то ценности в нашем гагаузском народе есть самая главная ценность, которую мы тысячелетиями передаем из поколения в поколение. И эта ценность, на котором построено гагаузское общество, и благодаря которому оно здорово, это ее иммунитет, заключается в двух фразах. Неде и джекинсан. Что скажут люди? То есть любой человек, то есть любой человек, когда что-то делает, даже если невестка хочет покрасить ворота, она думает, какой цвет мне покрасит, а что скажут люди? Вот наши корни, где не надо нам ничего инородного. Может быть, хорошее что-то надо брать, может быть, хорошее у соседей надо брать и адаптировать к нам. Но у нас есть свой мощный корень. И вот от этого корня надо двигаться вперед, а не срезать свой собственный корень, на котором мы питались тысячелетиями, и сегодня сказать, что нет, все это плохо. Вот англичане лучше живут, а не умнее. А вот наши старики прожили тысячу лет и нас родили, вот у них не было никаких ценностей. Есть у нас эти ценности, и вы их перечислили несколько минут назад. Возвращаются только те, которые имеют отчетливо ответственность перед своими родителями. Это воспитание на уровне семьи. А если мы сюда прибавим ответственность перед селом, ответственность перед регионом, ответственность перед родиной, в конце концов, Молдовой, ведь этим никто сегодня не занимается. А эта задача не МПО. Они могут помочь, они могут простимулировать, они могут плечо подставить. Но это стратегическая задача государства. Вот в чем у нас корни проблемы, на мой взгляд. Вы согласны? Нет, ну, я не согласна, что мы должны зарываться конкретно в свои узкие роли. Да, я считаю, что мы должны развиваться. И временная миграция, она полезна для нашего населения, для того, чтобы что-то перенять и вернуться. Поэтому мы должны быть в этом плане открыты. И Россия, и Европа в этом нам помогают. Опять же, я сама для себя ищу ответ на этот вопрос, как найти механизмы для того, чтобы люди возвращались. И не ведется сегодня статистики, что мы знаем, сколько людей уезжает, мы знаем, сколько молодежи уезжает, но мы не знаем, сколько возвращается. И это проблема. И мы сами сегодня создаем эту благодатную почву, когда у нас есть возможность учиться за рубежом. Но мы не делаем ничего для того, может быть, делать какую-то на уровне государства контрактную основу. Если ты поехал учиться в Россию, Европу, получать образование, так будь добр, иметь какие-то обязательства перед страной, вернись для того, чтобы как-то оправдать те затраты, которые были на тебя потрачены. Не знаю, насколько это возможно чисто юридически. Молодежь у нас хорошая, молодежь у нас добрая, молодежь у нас предпринимчивая. Знаете, недавно один из историков, который рылся в папирусах Китая, раскопал один папирус 2000 лет назад написанный. И вот он читает и переводит. Современники 2000 лет назад Китая пишут «Непослушная у нас молодежь, не слушается старший». Этот вопрос, он всегда был на протяжении. Эта проблема всегда была. Если вам, Сергей Михайлович, есть что сказать, мы вас послушаем и потом я вам предложу небольшое интервью примара этого села, о котором мы говорим. что касается тома, я бы хотел добавить, что даже если есть рабочие места, еще раз возвращаясь к тому, отчего мы начали сегодняшнюю дискуссию, людям не только нужны рабочие места, людям нужна инфраструктура, им нужны человеческие условия для жизни, чтобы человек знал, что он придет домой, у него будет возможность приготовить себе пищу, у него будет возможность искупаться, постирать и так далее, у него будет газ, у него будет свет и все остальное. И в рамках вот этой стратегии, вы знаете, что мы сегодня внедряем проект в Чедрововском районе и 4 населенных пункта будут иметь доступ к водопроводным сетям в городе Чедровово и делом канализационной сети, потому что без этих элементарных условий люди, естественно, будут отсюда уезжать, даже если у него будут хорошие деньги. Я вам скажу, что Олег Федорович коснулся темы те наши молодые люди, которые зарабатывают деньги на чужбине, привозя их сюда, они тратят, к сожалению, на ремонты своих квартир, своих домов, но при этом не вкладывают в бизнес. Задача государства стимулировать вкладывание этих средств свободных в бизнес тем, чтобы человек, когда у него не будет уже возможности трудиться на чужбине, чтобы он приехал в этот бизнес развивать свой дальше. Это тоже очень важный момент и вы знаете, и Башкан очень много об этом рассказывал, когда он поехал в Демиреново, спросил, какая у вас проблема в Грузии на сегодняшний день самая острая, он говорит, конечно, это миграция населения, люди уезжают. Он сказал, что ничего страшного, с Турции тоже уезжали в 80-80-е годы, и часть этих людей устроилась, заработала большие деньги, вложила эти деньги в экономику Турции. И сегодня экономика Турции во многом работает благодаря именно таким средствам. Поэтому мы надеемся, что те дети, которых мы сегодня отправляем за рубеж учиться, тех наших выпускников, в российские ВУЗы, турецкие, кипрские, европейские, американские, эти дети, кто-то из них, часть, даже пусть маленькая часть, но вернется и вложит в свою душу деньги и знания в экономику и в жизнь нашей Грузии. Давайте послушаем мнение Примары Салатана. Скажите, есть такое мнение, что вся молодежь, которую мы воспитываем, обучаем у нас в населенных пунктах, они уезжают за пределы на обучение, потом не возвращаются. Как вы можете характеризовать это явление? Да, действительно, этот факт наблюдается. Мы детей воспитываем, обучаем, после окончания сейчас массовый отток начался уже с 9 класса, если раньше было с 12 лицея, то теперь и с 9 класса массовый отток детей. В основном наши дети с 9 класса уезжают в Приднестровье, там они получают образование, оканчивают среднюю школу и заодно получают специальности. Плюс у них получается небольшая возможность получения российского гражданства. Почему-то у нас население в основном все стремятся к российскому гражданству. Это где-то наверное какая-то уверенность в будущем считают, если есть российское гражданство. Хотя я скажу, что есть часть молодежи, которая все-таки не хочет уезжать, она остается, но эту молодежь надо удерживать. На сегодняшний день в селе Томай около 300 домов, которые пустуют, не проживают люди. В основном из них процентов наверное 30, которые безнадежно пустуют. Они уже или остались одни старые родители, они умерли и больше никого нет. А остальные люди просто закрыли дома и выехали. Но как бы не торопятся и продавать, наверное, есть какая-то надежда и вернуться. Потому что все надеются, что жизнь изменится где-то когда-то к лучшему. И думаю, что так оно и будет. Что могло бы общество совместными усилиями сделать для того, чтобы все-таки каким-то образом удержать нашу молодежь? Ну, молодежь удержать для того, чтобы удержать. Я считаю, что первая проблема это все-таки обеспеченность, надежность в будущем. А это все от надежной, скажем, работы и надежной зарплаты. Да, другие, как бы побочные, я считаю, это побочные, они тоже главные. Это инфраструктура села. В селе должны быть всеудобства, должны быть те же театры, должны быть те же досуг, должен быть доступ к всей информации. Практически по этому направлению в селе многое делается. Но, тем не менее, мне кажется, что этого недостаточно. Все-таки главным стимулом это обеспеченность, то есть достойная зарплата. В рамках одного населенного пункта или региона этот вопрос нерешаемый. Мне кажется, что мы упустили какой-то шанс, упустили, но теперь, мне кажется, еще есть возможность исправить, но тут должны быть какие-то государственные акты, какие-то государственные действия в общегосударственном плане. Один примар, он не разрешит все проблемы. Мы можем здесь на уровне села где-то инфраструктурой привлечь, где-то досугом привлечь, но вопросами оплаты и других вопросов это некомпетенция наша. Вот это мнение примара, который скажем так, обеспокоен тем, что что бы он ни делал, решить эту проблему он не в состоянии. И так думают не только этот примар и некоторые примары других сел. Я думаю, что говорить о стратегическом плане долго нет смысла, потому что плана как такового пока нету. Какие мероприятия там должны быть, мы уже обсудили. Но мне кажется, что все-таки на уровне Гагаузии в первую очередь мы должны вести какую-то статистику, если мы хотим выйти из этой проблемы. Потому что сегодня даже говорить о том, что это угроза для нас или не угроза у нас нет основания, хотя мы видим воочию очевидно, что это трагично. Я бы хотела, чтобы каждый из вас как бы подытожил перед тем, как я позволю послушать вас мнение Башкана, чтобы вы как бы подытожили то, что мы говорили, и учитывая мнение Примара, он говорит, что главная причина это все-таки достойная заработная плата. Мы здесь говорили о том, что это инфраструктура и это рабочие места. Давайте начнем с вас. Это комплекс, это и заработная плата, это обязательная инфраструктура, если молодая семья не имеет возможности своего ребенка отвезти в садик, или не может домой заехать на машине во время дождя, или не может просто взять вечером, выйти куда-то отдохнуть, это тоже элементарные потребности молодых людей. То есть, если эти условия не создаются властями, государством, в том числе и молодежью самой, может быть, в какой-то степени автономно, то, конечно же, будут люди уезжать. Я сказал, на мой взгляд, три основные задачи, которые сегодня в недостаточной степени, скажем так, на уровне государства разработаны и осуществляются. Во-первых, идеологическая работа. Идеологическая работа от основы, в принципе, всего. Сначала было слово. Надо со словом идти к людям, надо людям проблему объяснять, не просто кинуть, как собаке, кусок хлеба. Если собака съела два куска хлеба, значит, она счастлива. Нет. Надо к людям идти со словом. Надо объяснить людям, надо говорить с людьми. Это первое. Это с этого надо начинать. Второе. Надо продумать стратегию. Да, есть отток. Надо четко продумать хотя бы на уровне Гагаузии, что мы можем, какие стимулирующие факторы мы можем использовать, в том числе для того, чтобы был естественный рост населения. То есть есть два пути для того, чтобы этот процесс каким-то образом остановить. Первое. Создавать условия, чтобы люди не уезжали. А второе. Компенсировать этот заток увеличением рождаемости. То есть это стратегические задачи, которые должны в совокупности работать. И третье. Я раньше чуть сказал. Это четкая градация трех категорий населенных пунктов Гагаузии и формирование и разработка отдельных стратегий для трех категорий населенных пунктов. Вот эти три задачи первоочередные, на мой взгляд, которые могут каким-то образом взять эту ситуацию под контроль. Может быть, не предотвратить, но взять ее под контроль. Я вижу эту проблему на уровне семьи. Я считаю, что с малых лет родители должны прививать ребенку ответственность. Ответственность как перед своей семьей, так и перед обществом. Поэтому с малых лет ребенок должен знать, что есть возможность жить, зарабатывать, развлекаться здесь, в Молдове. Может быть, не в селе, но можно заработать деньги в село, поехать в ближайший населенный пункт и получить определенные развлечения. И я вижу огромную роль средств массовых информаций в данном контексте, потому что средства массовых информаций могут показывать успешные опыты молодых людей, которые зарабатывают здесь в регионе, также показывать опыт молодых людей, которые были на заработках в Европе, в России, и чтобы они откровенно могли высказаться, что да, есть преимущества, но есть определенные недостатки, и люди чаще не стрессоустойчивые, не выдерживают заработков, потому что ментальность у нас в принципе разная. И я считаю, что и роль общественных организаций в виде слова также может играть большое значение в данном контексте. Сергей Михайлович, что Вы можете сказать? Вы знаете, я очень много говорю в том числе и с молодежи, которая отсюда уехала. Но, как сказала моя коллега по эфиру, это временная миграция, они не уехали пока постояло. Я спросил, какие причины Вашего уезда? И он сказал мне этот человек, что Вы знаете, я не вижу перспективу не только в том, что будет дальше. Вы знаете, что экономика Чедровонского района основывается на сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Впрочем, какие экономика сельского хозяйства в этой отрасли самая низкая пенсия, самые низкие заработные платы. Соответственно, нам очень трудно и еще раз говорю, что пока не будет реформы заработной платы, пока не будет того минимума, как в Соединенных Штатах. это может быть неудачный пример, потому что нам далеко до этой страны экономически, но минимальная заработная плата установлена на определенном уровне, ниже которого человек не сможет прожить. Соответственно, должно быть и у нас. И когда у нас будут такие заработные платы, тогда люди начнут здесь оставаться. Да, это целый комплекс проблем. Еще раз говорю, и мы говорили уже и в эфире это звучало, о том, что нужны условия для людей, нужны нормальные больницы. Если человек заболел, он знает, что он попадет в хорошие условия, где он сможет пролечиться. Человек после работы хочет пойти отдохнуть, у него должны быть условия для этого. Конечно, может быть, это не будет театром. У нас театр в городе есть, но не все ходят на пьесы этого театра. Но люди, кроме работы, должны иметь и хлеба, и зрелищ, поэтому все в комплексе. Поэтому, когда государство и государственные программы будут направлены именно на это, тогда у нас прекратится такой отток населения. Я надеюсь, что это не такая безоблачная перспектива, это нормальная перспектива. И я думаю, что государство все-таки придет к тому, что люди будут иметь достойную оплату труда и будут иметь достойные условия для жизни. Учитывая то, о чем мы говорили, я так поняла, что все-таки даже та инфраструктура, которая у нас создается, и чтобы пользоваться всеми благами, все равно нужны деньги. То есть достойная заработная плата, вы это подтвердили. В то же время мы сталкиваемся с тем, что достойная заработная плата исчисляется, вы сами знаете, что для этого нужно развивать экономику. Да, то есть одно с другим очень связано. Единственное, что я сейчас уловила в конце, что все это исправимо, что это не так страшно, как все это молюем мы. То есть есть какой-то оптимизм, хотя население, конечно, видит угрозу, каждый у себя в населенном пункте. Я хочу, чтобы вы послушали, насколько более оптимистичен наш глава Гагрузии. Мы брали у него интервью на выпускном бале, и мы ему задали этот вопрос. мы сделали все возможное для того, чтобы по нашей стратегии лет через пять они будут иметь все возможности для получения работы здесь, для реализации полученного потенциала. Наша стратегия была выстроена на 15 лет. и как раз к этому времени пять-семь лет они вернутся, будет здесь работа, будут условия, и все будет сделано для них. Вся эта база будет готова для них. Конкретный вопрос, да или нет, как в последнюю минуту. Вы верите в такой оптимизм, в такую картину, которую нарисовал Башкан Гагруз? Да, я верю. Если бы мы не верили, мы бы здесь не работали. Я вас уверяю. Конечно, верим мы, над этим работаем, и мы к этому одеваем. Мы даже знаем, как это делать. И как? В плавании. Думаю, что каждый здесь сидящий вносит какую-то определенную лепту в то, чтобы эта ситуация изменилась. На этом наша программа заканчивается. Я хочу сказать спасибо всем, кто был в нашей студии, принял участие в этой важной проблеме. Сегодня у нас в студии были депутат парламента Олег Федорчик Горизан, директор Центра Проевропа Людмила Метеокла, глава администрации Чедоргунского района и член исполкома Сергей Михайлович Бузаджи. На этом я говорю вам спасибо и до свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова